Это новости на канале НСК 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте! Пожаров в Новосибирской области становится меньше, однако их еще сотнями приходится тушить. Да и ущерб огонь приносит немаленький. Ландшафтные и лесные пожары, а также крупные возгорания на мусорных полигонах обсуждали на оперативном совещании, которое провел глава региона. На минувшей неделе в МЧС отмечают снижение количества возгорания на территории Новосибирской области. Тем не менее, пришлось ликвидировать более 330 пожаров, из которых свыше 230 – это горение мусора и сухой растительности. Полыхал огонь и на полигонах твердых коммунальных отходов в Тагучинском, Новосибирском и Болотнинском районах. Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Новосибирского района, где работы по ликвидации горения проводились в течение шести дней. Осложнение в тушении пожара на первоначальном этапе создавал сильный ветер до 22 метров в секунду и развитие пожара в глубинных слоях коммунальных отходов. На сегодняшний день все пожары ликвидированы. Тем не менее, на территории Скитимского, Колыванского, Коченевского и Машковского районов продолжает действовать особый противопожарный режим. В 24 районах установлен муниципальный уровень реагирования на ландшафтные пожары. За неделю на территории 8 районов области зарегистрировано и ликвидировано 13 лесных пожаров. Действующих лесных пожаров нет. Посредством космомониторинга зафиксировано 152 термически активных точки, 80 из которых подтвердились как пожар. В целом, хотелось бы отметить, что, полагаю, острый период пиковый по ландшафтным пожарам пройден. Осложнение обстановки по ландшафтным пожарам текущей весной и летом не ожидается. Статистика показывает, что гореть луга и поля у нас стали почти в три раза реже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То ли сознание землепользователей повысилось и они реже стали проводить запрещенный у нас пал травы, то ли погода поспособствовала, а может власти сработали лучше. За неделю удалось пресечь более 260 административных правонарушений в сфере соблюдения пожарной безопасности. Действительно, вероятность крупных ландшафтных пожаров, наверное, уже снижается, но расслабляться не будем, потому что риски возгорания сухой растительности и мусора внутри населенных пунктов сохраняются, ну и продолжается лесопожарный период. Летом, очевидно, дни, когда риск возгорания в лесах будет высокий, тоже впереди будут. Поэтому правила грамотного и безопасного разведения костров в лесах никто не отменяет. И такие чувства, как внимательность, бдительность и осторожность в этом деле всегда должны быть активированы еще до зажжения первой спички. В Новосибирской области для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, люди все чаще выбирают электропоезда. Об этом говорят данные по пассажироперевозкам компании «Экспресс-Пригород». Подробности далее. 100% выполнение графика, невысокая стоимость, а также отсутствие пробок и безопасность проезда. Именно такими факторами объясняет растущую популярность электропоездов у пассажиров в компании «Экспресс-Пригород». С вводом летнего расписания мы добавили 37 маршрутов. Они в течение апреля были добавлены постепенно по мере необходимости при росте отправления пассажиров. Дополнительно у нас еще остается с 1 июня назначение четырех пригородных поездов на участке «Новосибирской слетим». Эти поезда традиционно назначаются в период открытия пляжного сезона. Приобрести билет на электричку можно разными способами, однако безналичная оплата поездки приобретает все большую популярность. Таким методом расплачиваются уже около 70% всех пассажиров. Традиционно у нас сохраняются каналы продаж билетов. Это три мобильных приложения, это билетопечатающие автоматы, это система быстрой регистрации поездки, ну и традиционно касса для тех пассажиров, которые продолжают пользоваться наличным расчетом. Частично обновится и подвижной состав. О том, какие электропоезда к нам поступают, их удобстве и комфорте мы уже рассказывали. Всего в этом году экспресс-пригород должен получить 13 новых современных поездов. Касаемо мультимодальных перевозок, мы продолжаем возить пассажиров в населенные пункты Устарка, Кыштовка, Венгерово, Северное, Сдвинск. В ближайшее время Минтранс Новосибирской области скорректирует расписание автобуса Чистоозерное, Татарское. Также можно будет добраться на мультимодальных маршрутах до Чистоозерного. Планируется и дальше расширять список населенных пунктов, в которых будет работать мультимодальная система перевозок, то есть с пересадкой на автобус. Получат развитие и межобластные пассажироперевозки. Помимо Барнаула у нас появилась возможность проезда в Омск. Это электропоезд Новосибирск-Татарская с последующей пересадкой в Татарске до Омска. Здесь стоимость проезда составит 789 рублей. Сумма тоже значительно ниже стоимости проезда на поездах дальнего следования. И, конечно, Новосибирск является лидером по пассажиропотоку. 34% от всего объема перевозок по региону приходится на сибирскую столицу. Люди ездят на электричках в основном на работу и на учебу. И цифра эта продолжает расти. Лента памяти, так общественники назвали мероприятия, которые приурочили к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. В этом году дата отмечается 19 мая. О том, какой смысл удалось вложить в ленту памяти и кто в этом принял участие, сейчас расскажем. Обратить внимание людей на проблему ВИЧ-инфекции, отношению к этой болезни, к ее лечению и профилактике во Всемирный день памяти жертв СПИДа решили общественники. Ленту памяти, где лента – это физическое воплощение этой памяти, организовали пациентское сообщество людей, живущих с ВИЧ-остров, совместно с Молодежным центром Содружества. Новосибирцев пригласили записать истории людей, которые сражались с этим тяжелым недугом, и сделать это на той самой ленте памяти. Лента памяти – это полотно, на котором каждый, кто имеет отношение к ВИЧ-инфекции, у которого погибли близкие, родные, друзья, выразить историю этого человека, выразить свою скорбь, свою память об этом человеке, написать стих, приклеить фотографию, нарисовать рисунок. Кто-то цветочки, букетики маленькие прикрепляют. Несмотря на то, что ВИЧ-инфекцию медики выявили и определили уже несколько десятилетий назад, до сих пор находятся люди, которые в СПИД не верят, а потому не лечатся, и, как следствие, их жизнь обрывается раньше. Есть этому и другие причины. К сожалению, есть такие случаи, хоть сейчас их и намного меньше. Но чаще всего это тогда, когда человек не принимает терапию. Или бывает еще так, что он не знает о своем статусе, соответственно, терапию не принимает, либо уже знает о статусе, но по каким-то причинам не принимает терапию, считает, что ВИЧ не существует, до сих пор есть ВИЧ-диссиденты, либо боится обращаться в центр СПИД. А обращаться, если у вас есть хоть малейшие сомнения о своем здоровье, стоит, потому что не каждый экспресс-тест может показать правильный результат, а потому только регулярность проверок может гарантировать правильный диагноз. Если человек находится в так называемом периоде окна, а этот период длится от трех месяцев до полугода, когда человек уже болеет ВИЧ-инфекцией, но он может об этом не знать, потому что ни один тест, ни у нас экспресс-тест, ни в поликлинике, ни в платной лаборатории ему не покажет положительного результата, он будет давать ложный отрицательный. И нужно выждать период, чтобы получить достоверный, положительный или отрицательный. Здесь во время акции лентопамяти для профилактики СПИДа для участников провели краткую лекцию о вирусе, о способах его передачи и важности терапии. Рассказали о том, что современные медицинские технологии позволяют людям с ВИЧ вести полноценную жизнь, быть безопасным для окружающих и иметь здоровых детей. В течение мероприятия можно было пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, которую проводили сотрудники городской инфекционной больницы. И для справки, по данным за 2021 год, в мире живет более 38 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. Из них полтора миллиона заразились годом ранее. А учитывая то, что Новосибирская область в России входит в топ регионов с наиболее высокими показателями инфицированных, то в актуальности этой проблемы можно не сомневаться. Не все люди могут похвастаться хорошим психическим здоровьем, и на протяжении жизни они нуждаются в медицинском уходе. И те из них, за которыми не могут ухаживать родственники, живут в психоневрологических интернатах в окружении медицинских сестер и врачей. Наша съемочная группа побывала в одном из таких заведений и увидела, какую помощь получают его обитатели. Это учреждение обнесено забором и строго охраняется. Но не потому, что его обитатели представляют какую-то опасность. Скорее, им опасен внешний мир с его угрозами и соблазнами. Здесь, в Каменском психоневрологическом интернате, постоянно проживают более 300 пациентов с разного рода психическими отклонениями. Большая часть из них проведет здесь всю свою жизнь. В нашем учреждении проживают люди с психическими нарушениями. И это некий процесс, который течет, течет постоянно, течет всю жизнь, что приводит к изменениям и эмоционально-волевой сферы, мышления, внимания. Потребности меняются, меняются возможности. Поэтому коррекция психосоциальная, она нужна и важна на любом этапе. Такая работа в нашем учреждении ведется на постоянной основе. И хотя в интернате есть свои медицинские работники, им помогают специалисты из клинической психиатрической больницы номер 3. Это профессионалы, которые работают в разных направлениях. Но цель у них одна – улучшение психического состояния больного. Наши сотрудники, специалисты по социальной работе, врач-психотерапевт, врач-психиатр, медицинский психолог, во взаимодействии с сотрудниками Каменского психоневрологического интерната проводят мероприятия по психосоциальной реабилитации больных. Пациенты интерната не должны быть предоставлены сами себе. Поэтому они все время принимают участие в различных программах психосоциальной реабилитации. Цель когнитивного тренинга, который проводит медицинский психолог психиатрической больницы номер 3 – помочь пациенту осмыслить свое поведение и при помощи анализа мышления поменять подход к решению проблем. Работу специалисты высоко оценивают в региональном министерстве труда и социального развития, ответственного за работу интерната. Сегодня Министерство социального развития Новосибирской области имеет особые партнерские отношения с госучреждением психиатрии Новосибирской области, в частности с третьей клинической больницей. Очень важно, что наше учреждение получает такую помощь методическую как для специалистов, так и для пациентов. Это позволяет корректировать и программы реабилитации, и лечения. Если возьмем, допустим, наш дом ветеранов, то там, конечно, больше вопрос профилактики. Здесь же в ПНИ работают мультиисциплинарные бригады, бригады из качественных специалистов высокого уровня. Это позволяет нам устраивать вот такие вот партнерские отношения и, конечно же, сказывается на качестве социального обслуживания наших проживающих. Ну, конечно, кроме занятий с врачами и социальными работниками, пациентам необходимо создать условия для комфортной жизни. Здесь они могут заниматься физкультурой, в том числе на тренажерах, посещать библиотеку с большим набором книг. Им созданы условия для занятий творчеством в той мере, в которой оно им доступно. И просто гулять на свежем воздухе, пусть даже в сквере на территории интерната. Все это тоже помогает избегать всевозможных обострений у сложных пациентов. И даже если их нельзя полностью избавить от болезни, то, как видим, помочь облегчить ее течение им все-таки можно. И к другим темам. Особый противопожарный режим в большинстве районов Новосибирской области закончился. Однако специалисты МЧС напоминают, что огонь, если его разводить без соблюдения определенных правил, по-прежнему может угрожать вашему здоровью и даже жизни. Мастер-класс по розжигу мангала далее в нашем репортаже. Если у вас на дачном участке или на придомовой территории есть зона барбекю, то приготовление блюд на открытом огне становится гораздо проще. Но при разведении мангала, где бы вы это ни делали, надо помнить и применять простые правила. Это не менее 5 метров от зданий, строений и сооружений. Если мы готовим шашлыки где-то на придомовой территории, либо на даче, и также необходимо вокруг в радиусе 2 метров очистить от сухой растительности, если мы мангал используем на природе. Естественно, его нельзя ставить под деревьями. Требования совсем не сложные, но разработаны исходя из статистики несчастных и трагических случаев. Еще одно, можно сказать, критическое правило касается использования жидкого розжига. Дело в том, что в случае подливания его в горящие или тлеющие угли, огонь с большой долей вероятности может пройти по струе до бутылки. В момент, когда вы перестанете сжимать емкость, пламя засасывается внутрь. Огонь заходит внутрь. Происходит воспламенение, бутылка разрывается, вас обливает горячей жидкостью или рядом стоящих людей, ну и вы получаете ожоги. То есть, еще раз, жидкость для розжига мы используем только один раз на холодные угли. Если угли уже мы подожгли, они горячие, практически затухли, еще что-то, ни в коем случае повторного розжига мы не пользуемся. В МЧС отмечают, что от подобных ошибок в Новосибирской области в год в среднем страдают до 15 человек. И, конечно, за любым открытым огнем необходимо следить. К примеру, резкий порыв ветра может искры костра или мангала с углями унести в сторону горючих материалов или сухой растительности. Самое главное требование, ни в коем случае не оставляем его без присмотра. И главное, следим за детьми, не оставляем детей также без присмотра рядом с мангалами, потому что, к сожалению, случаи, когда дети получали ожоги, такие были. После приготовления шашлыков, чтобы не оставлять без присмотра горящие угли, необходимо все это дело затушить. Как видим, правила приготовления блюд на открытом огне просты и понятны. И если вы их будете соблюдать, то ничто вас не отвлечет от наслаждения вкусом сочного мяса или печеных овощей. Май можно назвать одним из самых богатых месяцев на праздники, выходные дни и на культурные события. А ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» как раз проходит в мае, и в ней принимает участие множество горожан. О том, что смогли увидеть горожане и какая программа была для них подготовлена, расскажем в нашем сюжете. Вечер 18 мая выдался теплым, что стало дополнительным поводом для горожан прогуляться по ночному городу и принять участие в акции «Ночь музеев». Эта ежегодная культурная акция стала одним из самых ожидаемых и любимых культурных мероприятий в стране, и проводится она уже в 16 раз. В этот раз в Новосибирске было подготовлено более 200 развлекательных событий в разных районах города. Они были объединены общей темой из поколения в поколение – семейные реликвии. Например, в музее связи к этой теме подошли через раритеты Великой Отечественной войны, а также через самое распространенное общение в прошлом – отправление поздравительных открыток. Работает узел связи военного времени, времен Великой Отечественной войны, от военно-патриотического клуба «Наследие». Можно почувствовать себя в роли связиста и примерить форму. Также здесь представлены настоящие радиостанции того времени, и причем узел связи пользуется большим спросом, как взрослых и детей. У нас работает несколько локаций. Можно отправить почтовую открытку, правильно написать индекс, наклеить марку и отпустить почтовый ящик. В рамках акции в музеях Новосибирска и на других культурных площадках были проведены различные увлекательные активности для посетителей. А в главном здании Краеведческого музея посетители познакомились с экспозициями, рассказывающими об истории Сибири, в том числе и о советском периоде. И еще о многом интересном, что составляет историю нашего края. В колхозах были большие панки в воде, были свои машинки, транспортные станции, была мероприятия труда. Но, так скажем, по возрасту создавались у нас такие искусства. Художественный музей в этот раз сделал особенный подарок. В эту ночь по одному билету посетители смогли увидеть выставку Архипа Куинджи, а также постоянную экспозицию, которой еще продолжают работать. Конечно, после просмотра картин Архипа Куинджи многие дошли и до набережной, где кроме ночного неба и луны, они смогли посетить музей Новосибирска на набережной. А это здание построили в 1898-м, а в 99-м. Вот это точно никто не знает. В этом году каждое учреждение культуры разработало свою программу. Их представляли театры, библиотеки. Но все же главными героями были городские музеи. Остается надеяться, что следующая 17-я акция «Ночь музеев» будет еще интереснее и масштабнее, ведь опыт приобретен уже немалый. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok